Продолжение следует... Мы выходим, как я уже сказала, накануне Нового года. Новый год и православная церковь. Как относится церковь к празднованию Нового года? И вообще, что это за праздник? Вы знаете, действительно, вопрос очень хороший. И мало кто его себе задает. Я, наверное, пока таких людей практически не встречал. Идут разговоры, когда возникло празднование этого Нового года, как оно менялось. А вот что мы, собственно говоря, празднуем? Ведь по существу-то, если вот так вот задуматься, ну, прожили еще один год. Да, прожили, хорошо. Стали на год ближе к смерти. Ну, есть повод для счастья или для радости какой-то особой? Смотря как посмотреть. Смотря что мы ждем от этой смерти. Если мы верим в вечную жизнь, это одна история. Если мы в вечную жизнь не верим и думаем, что наше существование здесь на Земле завершится и больше ничего не будет за гробом, тогда, наверное, все-таки праздник грустный. Вот, грустный праздник. Ну, об этом как-то не принято говорить. И вот мне думается, почему. Вот, смотрите, ну, если смотреть на историю празднования Нового года, немножко вспомним какие-то вещи, да? Вот у нас на Руси праздновали Новый год 1 сентября. Сейчас это, ну, по старому стилю 1 сентября. Сейчас 14 сентября. Мы в церкви этот праздник отмечаем так же, как начало церковного новолетия. Церковного новолетия. И действительно, есть цикл христианских праздников. Двунадесятые мы их называем праздники основные, главные праздники двунадесятые. И еще плюс один самый главный праздник Пасха, который в течение этого цикла ежегодно мы вспоминаем события священной истории, события из жизни Матери Божией и из Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И вот первый праздник 21 сентября по новому стилю Рождество Богородицы. Последний праздник 28 августа Успения Пресвятой Богородицы. То есть Матерь Божия родилась, потом было Благовечение, потом было Рождество Христово, потом, ну, через какое-то время Крещение, вот мы празднуем в течение этого всего. Потом Пасха, ну, и события, которые были перед этим, крестная смерть, распятие, вот, потом Воскресение Христово, Вознесение на Небеса, Святая Троица, явление Святого Духа, Сосшествие Святого Духа на Апостолов, Преображение Господне. И вот Матерь Божия умирает и воскресает. То есть вот весь цикл, вот эта вот история нашего спасения от Рождества Божией Матери, которая пришла в мир, чтобы стать Матерью Господа. И до ее успения и воскресения она сейчас телом даже пребывает на небесах. Вот это, в этом есть смысл, вот это вот начало церковного года, 1 сентября. Вот, есть и другое. Вот, например, после Петра I он вел, по примеру, Запада, тоже имеет место и имеет смысл это, празднование 1 января, как мы сейчас празднуем. Ну, правда, получается, по старому стилю это 14-го числа. Вот, 14-го, мы это называем сейчас Старый Новый Год. Да, у нас есть Новый Год, Старый Год. Но обратите внимание, почему именно 14-го, то есть, или же 1-го по старому стилю, то есть, потому что, опять же, летосчисление мы ведем от Рождества Христова сейчас. 2022 год. От чего? То есть, это весь мир как бы фактически исповедует, что это самое значимое событие, что мы даже летосчисление ведем от этого момента. Вот, но Христос родился, Рождество празднуем, а потом, спустя, ну, неделю практически, там, чуть больше, мы празднуем уже вот это вот Новый Год, так называемый. Но он соединяется с празднованием обрезания Христа, обрезания, потому что он был по израильскому закону принесен в храм для того, чтобы над ним был совершен обряд обрезания, то есть, посвящения Богу. Вот, и здесь очень важный момент, почему праздность? Ну, казалось бы, ну, это ветхозаветный обряд, который сейчас в церкви не существует, от него отказались, то есть, мы сейчас имеем уже крещение, ну, мы крестим детей, мы не обрезываем даже мальчиков. Вот, но, тем не менее, этот праздник напоминает о том, что Христос явился во плоти, он имел такую же точно плоть, то есть, это не был какой-то призрак, это не было какое-то, только какое-то духовное такое вещество. То есть, понимаете, все равно, все равно смыслы, привязанные христианские к Новому году, были. Вот, что же произошло дальше? Когда, ну, у нас произошла революция, за границей тоже там всякие были французские революции, эмансипации, все что угодно. То есть, фактически, общество переставало быть религиозным в большей и большей степени. И чем в большей степени общество переставало быть религиозным, тем больше акцент, то есть, акцент уходил с Рождества, с празднования Рождества, когда люди понимали, что мы празднуем Рождество Христово, мы празднуем пришествие в мир Спасителя. И дальше, как Новый год, как уже, ну, как некое дополнение к этому. Вот. А переходил просто на сам Новый год, без религиозной наполненности. Без религиозной наполненности. Просто вот мы празднуем Новый год. Вот. И люди, поскольку, а чем больше они теряли веру, чем больше они теряли религиозное сознание, необходимость обращаться к Богу, необходимость спасения своей души, усилий по спасению своей души, необходимость теряли какого-то вот религиозного чувства и смыслов религиозных. Это все выхолачивалось и остался просто Новый год как таковой. И вот люди, а все равно ведь душа, как сказал один из древних христианских мыслителей, был такой тертулян, говорит, душа любого человека, она христианка по натуре. То есть, она религиозна. Ей все равно нужно что-то, что-то, какое-то вот, какое-то действие религиозное. И вот люди, то есть, началась подмена. Вот у нас сейчас, ну, практически, вот смотрите, Новый год, это же, ну, есть некие ритуалы. Обязательно там такие-то салаты должны быть, обязательно нужно, значит, там, когда там президент или кто-то в слово говорит, да, там в семье, там все слушают, там телевизор смотрят, да. Ну, они разные могут быть, но так или иначе. Там чокнуться, значит, бокалом с шампанским или еще что-то. Это же все ритуалы некие, почти что религиозные. Но за ними ничего не стоит, пустота. Пустота. И поэтому, как люди живут на самом деле, так они и празднуют. Я могу это сказать, вот, наверное, даже по своему опыту. Но, ну, вот как-то Господь так судил, что, ну, с детства я посещал храм, но все равно я помню еще то время, когда наша семья не была верующей. Вот. И тогда, действительно, Новый год, все, мы готовили все эти карнавалы там в школах, все тогда такое. Вот. И когда мы пришли в церковь, вы знаете, само собой как-то значение Нового года, оно растворилось, оно сошло на нет. Вот именно празднование Нового года. Тем более, что сейчас, по факту, мы Новый год празднуем по новому стилю, а Рождество по старому. Поэтому Новый год у нас, получается, накануне Рождества. Вот. То есть сейчас идет пост рождественский. И, как бы, вот эти все торжества не очень уместные для православного христианина. Вот. Потому что акцент перешел на празднование самого Рождества. А Новый год, он как бы, ну, есть, ну, да, наверное. Рождественное. Вот. Но какого-то особого такого предавать нет. А вот люди, когда они нерелигиозные, понимаете, а душа все равно хочет праздника. Если нет настоящего праздника, праздника радости о Господе, о родившемся Спасителе, или праздника, там, о воскрешем Спасителе, и мы это соединяем не просто, как бы, празднуем, как какую-то памятную дату, а мы понимаем, что это имеет дело каждого лично для нас. Вот. Это одна история. А когда у человека нет этого, то есть просто праздник как таковой, и вот у человека накапливается за год вот это желание чуда, радости какой-то в своей жизни. И все это выплескается в Новый год. В Новый год не просмотрите, как такой ажиотаж. Еще месяц до Нового года уже елки начинают ставить. Еще два месяца до Нового года уже начинают планы ставить. Уже какие-то подарки собирают, еще что-то. Потому что человек, он хочет что-то религиозного, а в нем этого нет. И он, как бы, еще не решил к этому прийти. И вот он всеми силами хочет это заменить. Поэтому, вот, к сожалению, бывает так, люди, да, как бы, очень сильно выпивают, например, на этот праздник, еще что-то. Это же тоже, вот, знаете, вот кто работает в моргах, к сожалению. Это обратная сторона медали, мы этого не знаем, об этом не говорим. А ведь сколько, это же наплыв такой просто в десятки раз. У меня был знакомый, он говорит, сам был сотрудником морга. Он говорит, в десятки раз обмороженные, убитые, отравившиеся алкоголем, замерзшие, там, так далее, так сказать, в каких-то поножовщинах погибшие. Статистика есть, но она не опубликовывается. Потому что надо, как бы, дать народу одушину. Но в чем она? В чем она? Ребята, на год меньше осталось жить. Что, это первое время чумы? Вот, мы что? Прошлый год прошел, новый будет лучше. И мы, как какую-то мантру, каждый раз, каждый год это повторяем. Отец Ермоген, понятно, что те, кто еще не пришел в веру, у них еще впереди Рождество и праздновение Рождества. Православные, они, естественно, сейчас придерживаются поста и ожидают Рождество. Что могли бы вы посоветовать тем людям, которые вот уже собираются сесть за стол, ставят много-много бутылок. Проблема алкоголизма страшная в республике. Что же сделать нам, чтобы вот этих трагедий избежать новогоднюю ночь? Вы знаете, я, во-первых, хотел бы просто обратиться вообще ко всем людям, кто собирается праздновать так широко Новый год. Во-первых, помните о том, что мы люди, и что для человека, это делает человека то, что он не просто как животное, так сказать, поесть, попить и все. Он всегда ищет смыслы какие-то. В любом явлении своей жизни он ищет смыслы. Что за этим стоит? Я праздную, что я хочу? Ведь можно наполнить смыслом даже и празднование Нового года светского. Хорошо, год прошел, а что я сделал доброго? Что осталось, что останется после меня? Что я сделал для своих близких? Если я что-то не сделал, то, что надо бы сделать, значит, я должен в этом году это исправить. По отношению к своим близким я был резок, я был не сдержан. То есть это уже есть некое начало покаяния. Покаяние как исправление своей жизни. То есть вот этот анализ. Потому что еще раз мы смотрим и задумываемся. Хорошо, время бежит. Время уходит. На что я трачу свою жизнь? Вот эти вот вещи задуматься, они ведь не печеные. Ну что вы там, философство? Да нет. Это, как посмотреть, это очень хорошие вещи. Это вопрос для воспитания детей и так далее. А вопрос алкоголизма, вы знаете, буквально недавно мы тоже снимали сюжет по поводу каратники. По этому поводу. Ведь Ян Златоуст еще в 4 веке сказал, что пьянство это безумие. Почему? Потому что пьянство, в результате пьянства ослабевает разум, которым познается Бог. То есть пьянство замытняет разум, которым познается Бог. А Бог что такое? Он дает нам, это совесть в нас, да? То есть совесть это голос Божий. И совесть нас обличает. Так нам делать правильно, так неправильно делать. Так по отношению к ближнему это будет хорошо, так по отношению к ближнему будет плохо. Когда я выпил, этот голос замолкает во мне, и я, естественно, могу совершать неадекватные поступки. То есть фактически вопрос алкоголизма – это вопрос максимального эгоизма. Если бы человек жил один сам по себе, в принципе, можно было бы сказать, это твое личное дело. Хочешь – пей, напивайся, потом спи, просыпайся, делай, что хочешь. Но если ты один вообще, один на всей планете, или один в городе, или один, может быть. Но мы же живем в обществе, мы живем рядом с своими близкими, друзьями, знакомыми, с коллегами по работе. И так или иначе, вот это мое состояние, крайнего опьянения или длительного опьянения, запоя и так далее, оно скажется на моих близких. То есть я, получается, как бы… То есть мне будет хорошо, ну как мне это кажется, а остальным как угодно. То есть проблема алкоголизма – это проблема крайнего эгоизма отношений к себе. Об этом тоже надо подумать. И вот люди, когда встречаются, я тоже хочу сказать, вот у нас очень любят все застолья. Везде всегда любят застолья, я сам это люблю. Но как их использовать? Что это такое? Ведь люди встретились, посидели, говорят, вот давайте, мы им родственники, вот мы все, с Новым годом, и все. Потом начинается, умирает родственник, начинают делить. И забыли, ну только же сидели. Пили вместе, разговаривали вместе, ели вместе, поздравляли друг друга. А когда надо действительно своему ближнему уступить, помочь, тут мы забиваем, тут мое, все, наследство мое, это мне отдайте, квартиру не так поделили. Понимаете? Давайте быть честными перед собой. Если мы здесь декларируем, значит, с бокалом в руках, что мы вместе, что мы дружим, давайте и весь последующий год, и вообще все время своей жизни, хотя бы к родственникам своим относиться действительно по-родственному, с сожалением, с нисхождением, с помощью. Это будет тогда правильно. А вообще говоря, конечно, любой праздник, который связан с отчетом времени, ну в частности Новый год, какие-то даты, какие-то юбилеи, всегда стоит задуматься, а что же такое время, между прошлым и будущим. И мы никогда его не поймаем. И все то, что мы приобретаем, оно все потом растворяется, кроме тех дел, которые мы сделали, либо плохих, либо хороших, которые потом нашу совесть либо обличают, либо оправдывают нас перед Богом. Вот это действительно существенно. А то, сколько заработали мы денег, где мы живем, как мы живем, пройдет 10, 20, 30, 40 лет, все это исчезнет. Останется главное. Вот поэтому, кстати говоря, мы сегодня вам в подарок нашей дорогой передачи, уже старше, наверное, многим любимой, я надеюсь, мы дарим вот такой вот православный календарь. Вот, там все праздники, о которых я сегодня говорил. Закон Божий. Закон Божий, он называется. То есть, вы знаете, как, сейчас очень хорошо, сейчас там есть основная информация, как в любом церковном календаре. То есть, когда, какой праздник каждый день, какие тексты Священного Писания читать, когда пост, когда не пост и так далее. Но, помимо этого, на каждый день сообщаются какие-то чтения. Вот конкретно в этом календаре, то есть, выдержки Закона Божьего. Вот для тех, кому некогда специально изучать, вот я бы посоветовал такой календарь. Но их издается сейчас очень много, и они у нас в Саворе распространяются, в других храмах разные другие. То есть, есть там для православной хозяйки, например, ну, на каждый день, да, есть какими-то душеполезными чтениями, есть чтением Священного Писания на каждый день. То есть, человек вот так вот, он если смотрит, он всегда будет знать, когда, какой праздник и что он обозначает. Вот в этом смысле, вот я бы всем как бы и советовал, ну и презентую. Спасибо, спасибо, отец Фермоген. Наша программа подошла к концу. И с чем же мы поздравим наших телезрителей? С наступающим Новым Годом, Рождеством или с чем? Как будет правильно? Мы поздравляем наших уважаемых телезрителей с наступающим Рождеством, с наступающим Новым Годом. И молимся Господу, благослови Господи, венец благости Твоей я. Потому что, что такое Новый Год? Это венец. То есть, мы увенчаем, и мы говорим, Господь дал нам прожить еще этот год со своими сложностями, со своими трудностями. Но мы просим и на будущий год его благословения. И вот этого благословения Божьего на будущий, предстоящий год каждому я и желаю. Ну, лучше и не скажешь. Счастливого Нового Года! Будьте разумны, счастливы и здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова